Добрый день, Анастасия. Меня зовут Глеб. Я Таня. И для начала хочу заметить, что вы очень прекрасно выглядите на льду. И, собственно говоря, вопрос на эту тему. На одном из изданий я прочитал, что вас называют самосексуальной кирлингисткой. Как вы к этому относитесь? Да, спокойно отношусь. Я уже говорила, что за красоту медаль не дают, поэтому не самое главное. Важнее, наверное, хорошо играть, чем какие-то внешние данные. Скажите, а вот вы сказали, что за красоту медаль не дают. Тогда за что дают медаль? Какие качества вы считаете в спортсмене наиболее сильными, наиболее важными? Целеустремленность, желание победить. Вот вы в этом турнире выступали без своего мужа. Легко ли вам было привыкнуть к новому партнеру? Ну, конечно, с Сашей мне привычнее играть. Мы сыгранная команда. С Лешей мы играли в первый раз. Но я считаю, что для первого турнира мы достаточно хорошо сыграли. Потому что все-таки керлинг – командный вид спорта. И действительно нужно много играть, чтобы показывать результаты. Леша – хороший игрок, хороший спортсмен. Мы сыграли в свое удовольствие. Не получилось выйти в плей-офф, но ничего страшного. Скажите, а вы заметили какие-то общие черты у своего прошлого партнера, у мужа и у Алексея? Скорее, они очень разные. Саша более эмоционально играет. Ну, у него очень много энергии. То есть он меня вот ей прям подпитывает. Леша более спокойный. То есть мы достаточно тихо, ровненько играем, без каких-то ссор, еще что-то. Вот я читала в одном из ваших интервью, что поначалу вам было очень сложно играть с мужем. Вы даже на одном из турниров очень эмоционально так ушли. Там чуть арена вся не рухнула. Было такое. Да, скажите, а вот как вы с этим справляетесь сейчас? Ну, и вот раньше справлялись. Ну, наверное, опыт. Каждый раз понимаешь, что от этого лучше не становится. И начинаешь думать о том, что нужно себя где-то сдерживать, где-то быть мягче. Только с опытом все приходит. Я не раз слышал, что дух соперничества в некоторых вообще спортивных играх, он перерастает даже иногда в ненависть к соперникам. Скажите, пожалуйста, у керлинга это то же самое или как-то отличается? И вообще было ли у вас такое? Мне кажется, вот керлинг – это один из немногих видов спорта, где мы со своими соперниками очень хорошо общаемся вне льда. То есть мы можем разговаривать про процесс тренировок, делиться чем-то. Это вполне нормально. Я не знаю, мне кажется, вот видно, что мы тут ходим, шутим друг над другом. Нормально общаемся абсолютно. То есть керлинг – это очень большая семья интернациональная. К сожалению, не раз слышал о том, что к этому спорту относятся немного пренебрежительно. Вообще, встречали на время свое становление спортсменом такое отношение? Кто знает, что такое керлинг, тот понимает, насколько это сложно. Или, может быть, кто не знал, как это сложно и пришел, попробовал, то понял, что это не так просто, как вот кажется со стороны. Вот после Олимпиады интерес очень вырос. Многие пересмотрели свое мнение по отношению к нашему виду спорта, заинтересовались. Вот я так же читала, что вы в детстве занимались танцами. Вот вы такая красивая молодая спортсменка. Почему вот керлинг, чем вас привлек керлинг? Там в интервью было также сказано, что вы очень упертая. И когда мама вас привела на первую тренировку по керлингу, у вас не получалось, и вы хотели добиться цели. Вот когда вы добились цели, почему вы не продолжили, например, заниматься танцами? Ну, танцами я занималась совсем в детстве, там до 11 лет. Поскольку у нас в семье папа военный, нам пришлось переезжать с места на место, с города в город. Вот, пришлось с танцами закончить, и не было вообще возможности заниматься ничем, потому что мы жили в воинской части. И в Петербург мы переехали, мне было уже 15 или 16 лет. И я думала, что, ну, все, профессиональный спорт, это нереально в 16 лет. Да, там с четырех начинают люди. И мне на глаза попалось объявление о наборе в школу по керлингу. И мама говорит, ну, давай. Я говорю, ну, нет, наверное, как-то керлинг нет. Вот я так же скептически относилась. Но потом все-таки, наверное, да, характер взял свое. Я подумала, ну, ладно, схожу, не понравится, за это денег не берут за попытку. Ну, сходила, да, не понравилось. Но подумала, что, ну, наверное, надо еще сходить. Что-то, наверное, меня все-таки зацепило, я не знаю, что. Но я пошла еще, еще, а потом уже начались какие-то небольшие турниры. И как только медали начали вот одевать на шею, тогда уже, конечно, не уйти было. Скажите, а у вас есть какие-то приметы или талисман, может быть, который помогает вам на играх? Приметы есть, там, разные всякие, там, по поводу формы, цвета формы. Там, какие-то носки нужно определенные взять с собой на соревнования. Но так, чтобы сказать, что я очень стой верный человек, такого нет. Ну, у меня есть еще клевер, вот, и всегда, кажется мне, что он, как бы, счастливый. В Дудиньке работает школа по керлингу. И, я думаю, начиная чем спортсменам будет интересно услышать какие-то комментарии о том, какие качества нужно выработать в себе, чтобы достичь вершин. В первую очередь нужно быть командным человеком, потому что в керлинге это очень важно. Не стоит там пихать свое личное выше вот командных интересов. Нужно быть целеустремленным, спокойным, уверенным в себе. А все-таки керлинг это больше игра тактики или все-таки физическая какая-то развитость тоже должна быть? Важно и то, и то. Если ты будешь хорошим тактиком, но слабым, ты не сможешь отыграть весь турнир на высоком уровне. Ну, и также, если будешь кидать хорошо, но не понимать, что ты делаешь, то тоже ничего не выйдет. А что для вас является мотивацией? Может, какой-то спортсмен, которым вы так же восхищаетесь, керлингист? Мотивация, наверное, это желание жить и получать все эти эмоции, которые дает спорт. Ну, и вопрос вообще, в принципе, про дудингу. Как вы думаете, для керлинга это подходит, как бы, город, или все-таки хотелось бы быть что-то другое? Ну, судя по температуре в мае, подходит. Ну, на самом деле, есть каток, это здорово, потому что у нас в Питере тоже очень мало льда, на котором можно тренироваться. По поводу арены все говорят, что все здорово, очень организовано, на очень высоком уровне. По поводу города разные впечатления. С одной стороны, очень интересно, с другой стороны, все немножко в шоке, да, потому что нет ночи, очень холодно. Я думала, что будет сложно спать, когда светло, но оказалось, что нормально. Вот, вы недавно вышли замуж, вы молодая жена. Скажите, в чем залог вашего семейного счастья? Ну, наверное, в поддержке, понимании, в уступках, в любви. Он тот человек, который дает мне силы играть, с которым я играю сильнее, чем когда я без него. Вот, поэтому сейчас я поиграю с женской командой, вот, и буду ждать партнера своего. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо.